В администрации Красногорска прошло очередное заседание Совета депутатов. На повестке дня ряд важных вопросов. С докладом на встрече с народными избранниками выступила глава округа. Эльмира Хаймурлина отчиталась о результатах деятельности муниципалитета в 2019 году и озвучила ключевые задачи на 2020. Главные приоритетные задачи остались неизменные. Мы в ежедневном режиме работаем над тем, чтобы социальную инфраструктуру наращивать объекты, контроль за строительством школ, садов. Социальные объекты, содержание их, строительство – это, безусловно, приоритет. Второй большой приоритет – мы все равно будем поддерживать предприятия, когда они модернизируются, создают новые рабочие места, поддерживать малый бизнес. И третий большой, про что бы я хотела сказать, над чем мы работаем каждый день – это все, что связано с базовой инфраструктурой, это наши дороги и блок ЖКХ. Свой доклад о мерах социальной поддержки, появившихся в этом году, озвучила начальник Красногорского управления соцзащиты. Лилия Гордон напомнила. В этом году по предложению президента к 9 мая участники войны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. А тружники тыла, блокадники и узники концлагерей – 50 тысяч. К этим пособиям добавятся и утвержденные губернатором – по 25 тысяч участников и по 15 другим категориям. Гордон также рассказал о региональном материнском капитале. Реализация сертификата, который женщины получали, родившие с января 2011 года по декабрь 2016 года, эти сертификаты у них на руках. Дальше шла реализация. Если ребенку исполнилось три года, семья могла реализовать дополнительно к федеральному сертификату эти 100 тысяч. Но, к сожалению, у нас оформили сертификаты 6 221 человек, но реализовали только 30%. Принято решение, что в 2020 году, если семья, получив сертификат на второго ребенка, родила третьего, то есть стала многодетной семьей, то они смогут получить наличными эти суммы – 50 тысяч в 2020 году и 50 тысяч в 2021 году. Депутаты также внесли ряд изменений и дополнений в бюджет городского округа на 2020 и плановый период 2021-2022 годов и утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Всего народные избранники рассмотрели более 20 вопросов.